Музыка Первая неделя мая прислали спасатели в обычном плотном режиме. Представитель с 30 апреля по 6 мая 2013 года отряд учил 32 выезда. Основными событиями недели были два довольно серьезные ТТП. Одно из них на 10-м километре бетонки, опять лобовое столкновение, как и на прошлой неделе, опять автомобили МАЗ и КАМАЗ, пострадали два человека, один из них погиб. И также, как и на прошлой неделе, в ТТП участвовало три транспортных средства. Пострадавшие были извлеченные автомобили, доставлены от ЦРБ Пушкинского района с череповыми травмами различной степени тяжести. Второе ТТП произошло на 52-м километре Ярославского шоссе. Водитель внедорожнического Сузуки на мокрой дороге не справился с управлением и на большой скорости проявив его ограждение буквально образом пролетел над деревьями в поле на расстоянии более 30 метров. Пострадал сам водитель, который господинен с серьезной травмой в ЦРБ. Также с прошлыми дождями произошло подтопление домов в Зеленоградской и был извлечен из реки Уча первый утопленник в этом году. По категории выездов это выглядело следующим образом. 9 выездов в Ленин Спасательных, 8 из них в городе Пушкино. Это люди за дверью, запах дыма в районе Макдональдса, ребенок в квартире Зеленоградской и один выезд в Зеленоградске, подтопление дома. Два выезда на ТП, Царева и Ашукина. Один выезд на осмотр реки по информации о загрязнении в городе Пушкино. В скрытии дверей квартиры автомобиля за неделю было 16, из них 14 в Пушкино и по одному выезду в Лесной и Правдинский. Также был один выезд для оказания скорой помощи по эвакуации больного в городе Пушкино. И два раза выезжали для оказания помощи полиции в поселок Лесной и поселок Софрино. И один выезд на экологическую разведку, где в городе Пушкино в поле были обнаружены трупы большого количества собак. В период с 29 апреля по 6 мая на дорогах Пушкинского муниципального района произошло 124 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадало два человека. Один человек погиб. 1 мая в 19.50 в городе Красноармейске на проспекте Испытателей возле дома 7 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя автомашиной Део Некси, при совершении перестроения не справился с рулевым управлением и совершил столкновение с автомашиной Форд Фокус. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины Форд Фокус получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, рваной ушибленной раны головы. Был госпитализирован в МСЧ 154 города Красноармейска. 2 мая в 19.20 в городе Красноармейске на улице Морозова около дома 2 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя мотоскутером Ирбис, не справился с рулевым управлением и совершил падение. В результате падения получил телесные повреждения в виде ушибленной раны лица, ушиба лобной кости, ссадины правого коленного сустава. Был госпитализирован в МСЧ 154 города Красноармейска. 3 мая в 22.40 в Пушкинском районе поселка Правдинский водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2110, неправильно выбрал безопасную скорость для движения, в результате чего совершил наезд на пешехода. Пешеход от полученных повреждений скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Всем очевидцам и свидетелям, которые обладают какой-либо информацией по данным фактам, просим обращаться в отдел госавтоинспекции Пушкинского муниципального района по телефону дежурной части 993-4109, 539-05-42, либо по телефону 02. Благодарим за сотрудничество. Сводка происшествий на территории обслуживания Межмуниципального управления МВД России Пушкинская с 29 апреля по 5 мая. На прошедшей неделе зарегистрировано 30 сообщений о преступлениях, из них раскрыто 11, в том числе 1 тяжкое телесное повреждение, 1 разбой, 1 грабеж, 4 кражи чужого имущества, 1 факт подделки документов, 1 факт организации незаконной миграции, 2 угрозы убийством, произошло 2 ДТП с смертельным исходом и 7 ДТП с пострадавшими. Раскрыто 26 преступлений прошлых дней по горячим следам. 1 мая в 8 часов вечера знакомая заявительница, находясь у нее дома в Софрино, нанес ей удар кухонным ножом в область живота. Также 1 мая двое мужчин нанесли телесное повреждение жителю Софрино и открыто похитили у последнего травматический пистолет, нанеся тем самым ущерб на сумму 32 500 рублей. 2 мая 20-летний житель Софрино угрожал убийством заявителя и при этом нанес ему телесное повреждение. 1 мая в Софрино 59-летний местный житель угрожал убийством 62-летнему жителю Софрино-1, используя при этом осколок стеклянной бутылки. В период с февраля 2013 года по 25 апреля 14-летний сын заявительницы путем свободного доступа тайно похитил из их дома взвяги на ювелирные изделия и мобильный телефон. Ущерб составил 58 тысяч рублей. 23 апреля этот же подросток вместе со своим знакомым, взломав входную дверь в квартиру другого заявителя в микрорайоне Мамонтовка, проникли внутрь и похитили оттуда сотовый телефон и айпад, а также бутылку коньяка, нанеся тем самым ущерб на сумму 23 500 рублей. 2 мая 26-летний сын заявительницы путем свободного доступа похитил из квартиры в поселке Лесной телевизор. Ущерб составил 2799 рублей. В период с 19 апреля по 2 мая двое жителей Софрина, подобрав ключи, проникли в дачный дом заявителя, расположенный на улице Майское шоссе поселка Софрина, и похитили оттуда мотокультиватор, триммер, автомобильные колеса. Ущерб составил 60 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий молодые люди были задержаны. Также была установлена их причастность к другому преступлению. Также была установлена причастность задержанных молодых людей к другому преступлению. В период с 25 по 26 апреля они похитили от дома заявителя автомашину ВАЗ-2107 2008 года выпуска с документами на данную автомашину. Ущерб составил 100 тысяч рублей. 30 апреля в одном из магазинов в городе Пушкин, в микрорайоне Дзержиниц, была выявлена купюра достоинством в 5 тысяч рублей, вызывающая сомнения в подлинности. На прошлой неделе был выявлен житель Мамонтовки, которая организовала незаконную миграцию иностранных граждан на территории Российской Федерации по адресу своего проживания. 3 мая около 11 часов вечера на втором километре Степаньковского шоссе водитель, управляя автомашиной ВАЗ-2121, совершил наезд на 24-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Из ранее совершенных преступлений. На прошлой неделе были установлены двое мужчин, которые в ночь со 2 на 3 мая по предварительному сговору похитили две сумки с находящимися в них вещами из торговых павильонами к районе Мамонтовка на улице Рабочая. Также на прошлой неделе в ходе расследования уголовного дела была установлена жительница поселка Лесной, которая организовала незаконное пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации по адресу своего проживания. Уважаемые граждане, в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, сотрудниками Межмуниципального управления МВД России Пушкинская будут осуществляться дополнительные меры по охране общественной безопасности. Руководство полиции настоятельно рекомендует жителей воздержаться от чрезмерного употребления спиртных напитков во время проведения праздничных мероприятий. С целью улучшения взаимодействия полиции с населением в Межмуниципальном управлении МВД России Пушкинская установлен телефон доверия, к которому вы можете сообщить о готовящихся или совершенных правонарушениях, о лицах, от которых можно ожидать совершения правонарушения, о нарушениях законности и нереагировании на обращения граждан с сотрудниками полиции, а также о нарушении общественного порядка и безопасности в период проведения праздничных мероприятий. Также любую информацию вы можете сообщить по телефонам дежурных частей самого управления и территориальных подразделений. В свою очередь Межмуниципальное управление МВД России Пушкинская поздравляет всех ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником. Желаем здоровья вам и вашим близким. Субтитры создавал DimaTorzok